Злопыхатели и ненавистники России еще не так давно очень сильно смеялись. Они смеялись, да чего там смеялись, они просто ржали, когда мы говорили о мигрантах и агрессивном радужном меньшинстве, которые делают жизнь на Западе для нормальных людей невозможной. И мы прогнозировали, что в Россию из стран коллективного Запада вскоре начнут бежать люди, спасаясь и от обилия приезжих, и от засилья всяких разных меньшинств, навязывающих радужные ценности, и от того, что праздник жизни, который они позволили себе за счет других стран мира и который наш президент назвал метким словосочетанием бал вампиров, заканчивается. И люди начали бежать в Россию с благосновенного в кавычках Запада целыми семьями. Причем несмотря на то, что Запад декларирует в своей приверженности правам человека, то есть по всем их законам человек волен выбирать, как ему воспитывать своих детей, где он хочет жить и так далее, права человека на Западе уже давно попираются. Но попираются права не всех, а только людей, придерживающихся традиционных христианских и семейных ценностей. На Западе ныне царит либеральная диктатура, и семьи с детьми вынуждены бежать оттуда тайно, ибо если инквизиторы из ювенальной юстиции узнают о том, что родители выступают против навязывания их детям этих всяких ценностей, да еще и хотят вывезти детей на ПМЖ в Россию, то их просто могут отнять и отдать в другие семьи. Семьи, состоящие из разных трансформеров. Вот, например, недавно в Россию переехала семья из Канады. Это семья Финстеров. Айрен Финстер с женой и девятью детьми продал свою землю и дом в Канаде и приехал в Нижегородскую область, чтобы заниматься там фермерством, потому что не видел будущего для своих детей в родной Канаде. И из-за того, что фермерский труд там стал невыгоден, да и земля неподъемно дорогой, и из-за того, что является сторонником христианских ценностей, которые в Канаде сменили на другие и усиленно навязывают их детям. Они до последнего держали в тайне свой отъезд в Россию, иначе либеральная канадская общественность могла затравить их, и, как мы уже сказали, у них могли отобрать детей. Напомним о том, как еще один человек, родившийся в Узбекской ССР, затем живший в УССР, после развала Советского Союза уехал жить в Канаду, где стал успешным и высокооплачиваемым инженером, но точно так же бежал оттуда в Россию и точно так же держал это в тайне от всех знакомых, чтобы его не лишили детей. Еще один переселенец-англичанин Мартин Гонтор, 18 месяцев назад переехавший с русской женой и двумя детьми, теперь у них уже трое, из Великобритании в Оренбург и из-за развязанной там русофобии, и из-за выходящей из-под контроля стоимости жизни, и из-за того, что в западном мире продвигают антисемейные и антихристианские ценности. Вот что он говорит по поводу ценностей, процитирую. «Та повестка дня, что сейчас продвигается в западном мире с точки зрения семейных ценностей и тому подобного, идет не в том направлении. Весь западный мир страдает от этого. Нам важно придерживаться семейных ценностей, и мы думаем, что Россия единственная крепость, в которой это сейчас есть. Я крестился в русской православной церкви в тот же день, когда был крещен мой сын. Мы хотели остаться в обозримом будущем. Мы создали здесь что-то, что я хочу забирать с собой. Мне здесь нравится». И по поводу стоимости жизни, процитирую. «А еще одним из важных факторов в Англии была стоимость жизни. Она просто выходила из-под контроля. Сколько бы вы ни зарабатывали, этого было недостаточно. Ваша зарплата не могла угнаться за этим. Так что у нас был прекрасный дом, который мы с трудом могли себе позволить». В Великобритании действительно тяжело. Конец статы. Сначала Мартин с семьей хотели приехать в Россию на зиму, пожить и осмотреться. Причем его предупреждали, что над ним в России будет висеть кирпич, потому что он англичанин. Но ничего подобного не случилось. Никакой враждебности по отношению к себе он не почувствовал. Напротив, их в России очень хорошо приняли, а детям здесь сразу же все понравилось, и они решили переехать насовсем. Процитирую еще. «Я почти не говорю по-русски, но здесь все меня приветствовали. Меня никогда так радушно не принимали в другой стране». Ну и вот еще одна католическая американская семья, которая также тайно сбежала из США в Россию с шестью детьми. Вскоре в России родился седьмой. Глава этой семьи тоже не почувствовал никакой вражды по отношению к нему. Они получали лишь поддержку и дружелюбие со стороны россиян. И вот что он и его жена рассказали о причинах своего переезда. Цитирую. «Муж. Очевидно, что существование ситуации с меньшинствами и ситуацией с сатанистами, которые становятся все яснее и яснее. Жена. Мы не можем учить наших детей тому, какие ценности сейчас в США. И вот теперь из-за этого нас считают угрозой для страны. Существует угроза того, что нас заберут детей. Муж. Они могли бы просто отвезти их в больницу и разрезать на куски, потому что пятилетний мальчик думает, что он кто-то другой». Конец статуры. Да, наверное, кто-то скажет, что те примеры, которые мы привели, это всего лишь тоненький ручеек. Однако, как любил говорить Горбачев, лед тронулся. Процесс пошел. Этот ручеек довольно скоро превратится в полноводную бурную реку. И тогда слова, сказанные Шойгу, что назрела необходимость строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек. Именно научно-промышленных и экономических центров. Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников. Добавлю, и переселенцев из стран Запада, в страны СНГ и дальнем зарубежье. В общем, слова эти приобретают совершенно практический смысл. Таким образом, учитывая, что перекрыты практически все пути для получения гражданства России в упрощенном порядке, чем пользовались выходцы из Средней Азии и Закавказья, которые кишлаками получали гражданство, что квоты на выдачу РВП снизились со 151 175 штук в 2015 год до 10 595 штук с резервом в 3178 штук. И наметилась тенденция переезда в Россию целых семей с Запада, то есть людей, близких нам по менталитету и религии, желающих сохранить христианские ценности и полностью ассимилироваться в наш русский мир, а не создавать в России свои диаспоры и территориальные анклавы. Уверен, что приезжим, которые создают здесь свои диаспоры, будет затруднительно получать гражданство России, тогда как те, кто не создают здесь диаспор, и христиане, переезжающие из стран западного мира, будут в приоритетном порядке приниматься в гражданство России. Ну и, конечно, в Россию уже валом валят не те соотечественники из Средней Азии и Закавказья, кои не говорили по-русски, а истинные соотечественники, которые начали пользоваться тем, что в программе по содействию переселению соотечественников, живущих за рубежом, появилась дополнительная статья о репатриатах. Если взять пример семьи канадского фермера, которая приехала в Россию с женой и восьми детьми, мы можем с уверенностью утверждать, что сейчас у нас негласно поддерживаются такие люди, потому что Айренду оказывалась всемирная помощь и юридическая поддержка с самого начала, как он только решил переехать в нашу страну. После окончания разрешенного для иностранцев срока пребывания в России 90 дней, после которого они с женой должны были либо сдать экзамен по русскому языку, чтобы получить разрешение на временное проживание, либо выехать из страны, ему было предоставлено политическое убежище на один год. Теперь у них в распоряжении будет целый год, чтобы и заниматься строительством новой фермы и изучением русского языка. А это значит, что сейчас преимущество при приеме в гражданство России будет отдаваться вот таким переселенцам, близким нам по менталитету и законопослушным, а не тем, которые приезжают и создают свои диаспоры. Ну а дальше расскажем, как положительно повлиял на качество миграционных потоков указ президента от 22.11.23.872, в котором впервые было введено понятие репатриация. Согласно этому закону, из любой страны дальнего зарубежья в Россию смогут возвращаться и получать серьезную государственную поддержку на переезд и обустройство русские, а также люди, принадлежащие коренным народам России. Причем, что самое главное, право на репатриацию будут иметь только те из соотечественников, кто не сбежал из страны в феврале 2022 года. И вот не прошло и полгода, как такие переселенцы уже потянулись в Россию. Старообрядец из Орегона Фадей Анфиловьев, первый, кто переехал в Россию из США по программе переселения соотечественников из стран дальнего зарубежья, собирается заняться животноводством, разводить овец в Приморье. И первый, кто переехал, уже далеко не первый. На данный момент в Приморский край уже переехало более 50 семей староверов, 226 человек, из Бразилии, Уругвая и Боливии. Еще 10 семей планируют переезд в течение года. В регионе для них предусмотрены существенные меры поддержки. Первое. Компенсация оплаты проезда. Второе. Компенсация оплаты гостиничных услуг. Третье. Выплата ежемесячного пособия на несовершеннолетних детей. Четвертое. Компенсация за найм жилого помещения на срок до 12 месяцев. Пятое. Предоставление земельных участков до 600 гектаров на человека с единственным условием активно работать на земле. Шестое. Назначен специалист, ответственный за работу со староверами, потому что порой им нужна элементарная юридическая помощь. В скором времени к Фадею должна приехать и жена с тремя детьми. В Орегоне он занимался возделыванием ежевичных плантаций, а сейчас уже представляет, как будет пастись его сход на полученной им в России земле. Другой переселенец Василий Чупров 16 лет прожил в Бразилии, 39 лет в Боливии, а когда ему предложили переехать в Россию, сделал это без всяких сомнений. И вот что он говорит. «Здесь мы как дома, я так считаю, потому что мы там, хотя и родились, наши дедушки когда-то из Владивостока в 30-х годах двинулись туда, в Гонконг, а из Гонконга Красный Крест привез их в Бразилию. Почти все староверы выходцы из Южной Америки, а Фадей – первый, кто переехал из США. Люди эти очень интересные, они носят традиционную одежду и по-своему ведут быт. Но, разумеется, не чужды из современных технологий, изучают земельные участки по спутниковым картам на смартфоне». Ну и на пассажок, как говорится, хочу показать вам еще две семьи, точнее двух русских женщин, которые уехали из «благополучной» Германии в «нищую» Россию, причем каждая с четырьмя детьми. Первая из них – Людмила, переехала в Сочи с тремя сыновьями и дочерью. А вторая – Ольга Штумпф, у которой две дочери и два сына. Рассказ Людмилы о переезде мы еще не посмотрели, а вот рассказ Ольги послушал. Она рассказала, что уезжала из Германии тайно и даже спонтанно, чтобы, не дай бог, соседи не узнали, не настучали в органы опеки и те не забрали детей. В общем, в очередной раз можем порадоваться тому, что после 2022 года произошел некий водораздел, после которого из России побежали настоящие черти, либералы, а в Россию стали возвращаться патриотично настроенные и очень порядочные люди, которые буквально плачут, получая гражданство России. Как еще одна Людмила, переехавшая в Россию с двумя детьми и мужем из Казахстана. У этих людей, вернувшихся в Россию из разных стран мира, есть с чем сравнивать, и все они находятся в восторге от условий жизни на родине. Уверен, что они никогда не назовут Россию «рашкой», в отличие от по уехавших из страны чертей, ну этих либералов, а дети их вырастут настоящими патриотами, а не ненавидящими, ходящими с желтыми уточками по улицам и кричащими «Мы здесь власть!». На этой радостной ноте и закончим.